Сегодня у нас 12 мая 2017 года. Вот, приехал нам в Потерявку Инатьичнович с братом Игорем Дубуновым на машине у Игоря. Инатьичнович решил осмотр провести Южного пруда. Вот они идут. Здесь можно к домам подвозить и в зиму топиться этим. А вон, смотри, уже утки летят. Вон утки-то летят как-то. Щерки. Вон они вылетели. А это был раньше пруд здесь, да? Здесь не пруд, но такая как бы бощажинка была, лошадей поили. Тут конная товарная ферма, это назывался Катафенский пруд как бы. Так, Игнатьич Игорьич, я не понял, поили, потому что тут была вода как-то она или оставалась? Она как вот эта ямка, так и оставалась. А здесь главная вода-то весной-то еще там, в стороне. И поэтому это не влагу. И поэтому здесь все было заросшее, осок, кустами. Вот я приехал в начале, замерил, вот стояла вода вот так вот. Ну там все перегородили? Ну вот с правой стороны только. А там нет еще? Там нет еще ничего. Там надо перегородить. А вообще здесь глубина не поднимается? А? Нет, нет, нет. Значит перегородить надо. А вообще здесь глубина какова? Метра два? Да, есть. Нет? Есть где-то, да? Да почему есть, я думаю. Может не точно? Надо мерить. Не, ну это все равно большой водоем. Вот, смотри. Главное, что тут вода, она не успеет никуда уйти. Я бы пошел искупался, но холодно. Холодно, конечно. А здесь могут какие-то подземные источники? Когда пригонят, чтобы коровы не зашли дальше. Какие-то подземные источники здесь могут быть или нет? Могут, но мы не могли экскаватора достать в прошлом году. Ну да, если поглубже. Вот она, вода пошла по этому, смотря на насколько ниже пошла теперь. Ну вот надо было узнать, какая глубина. Она не холодная вода? Холодная, холодная. А? Она холодная, вы что? Холодная? Конечно. А то я бы залез туда. Да, это, Володь, можно купаться уже начинать. Не знаю. Ну от желания зависит. Как хотите. Давай померяем. Здесь же бульдозер ходил, все это выгребал. О, ничего себе. Ну смотри. Ой-ой-ой. Около берега, если такая, то там-то дальше. А дальше-то идет еще больше. Ну конечно. Маленько наискосок. Ну метр-то будет. Да больше. Вот до каких пор. Побольше метра. Ну на наклоны... Полтора где-то. Ну полтора не будет, но будет, наверное, вот здесь. Дальше-то. Дальше-то, конечно, будет. Это глина нашла. Вот смотри, какие сливы-то мы делаем. Да. Протравливаем доски. Все это денежка. Ну там увидели уже. Сюда не пойдем, наверное? Ну сходите, посмотрите. А это что, криолином вы делаете? Нет, это отработка. Отработкой? Угу. Нам этот привозил барабаш давал, потом этот Шадрин Сергей привозил на свое. Смотри, какие мощные березы-то, глянь. Да, красивые березы. У вас там такие растут? Да, там что такое у нас не растет? У нас кедры вот такие вот. Кедры вот такие. Три обхвата. Кедры. А берез там мерено-немерено. Но они не такие, они прямые у нас. Ну вот смотри, сколько еще у нас тут дров-то. Да, дров немного. Осина. Тут дорогу только сделать, чтобы вывозить. Так тут сколько людей было задействовано, когда покрещение принимали, 12 человек-то приезжали. Здесь? Ну да. Здесь крестили? Нет, я имею в виду, братьев много было, работало здесь. А, понятно. Значит, сколько проделал, то что все на себе-то скалят. Так я смотрю, там сколько веток он там вообще завалено все. Я с ребятами... А запахи-то какие стоят? Ну да. Впечатлительные. Ой, как. Не передать это через видеокамеру, конечно. Ой, лягушонка маленькая. Лягушонка маленькая. Лягушонок. Погляди, какой махонький-махонький. Ну, как они хорошо поют вообще. Лягушата? Лягушата поют, мне нравится, как они поют. Квакают как. Когда квакают, значит весна. Ой, еще побольше один. Это хорошо, когда лягушат много. Лягушат много, значит, мало. Главное, у нас бульдодерист был хороший, старался и сломался бульдозер. Видишь, он как ходил. Глядем, куда вытаскивался. Там-то низинка-то, насколько ниже. Кстати, нас не удивить. Мы полигоны такие, это у нас как для начала только называется. Так глубиной по 5 метров. Тут все-таки, ну, явно видно, что вода. Да, это и вода, однозначно. Вот смотри, какая красота. Одни березки, а дальше начинаются одни осинки. Вон, видишь, как обручено. О, точно. Интересно, интересно. Береза, а потом только одни осинки. Здесь тоже, глядите, вот береза, и вот осинник. А синих пошел. А это тут огромная береза. Тут смешанный. На плотине. Да, тут немного смешанный, но большое все, огромное. Вот сегодня у нас, наверное, двенадцатая или тринадцатая? Двенадцатая, двенадцатая. Двенадцатая, да? Угу. Ну, сегодня у нас что, пятница? Ой-ой-ой. Надо скорее перегораживать. Почему вы без соломы тут делали, я гляжу? Где? Где-где? С соломой? С соломы непрерывно надо утрамбовывать. Не, мы с соломой все делали. С соломой. Да, с соломой сыпать, ну, как мы там делали, где бетонный-то. И там же не прорвалось, ничего. Это саманка. А вот смотри. Да? Глянь. Мы сколько наложили тут. Гляди, какая высота-то. Тут больше метра высота дерева-то. И все, завалил он, бульдозерис. Да какой-то тут больше, чем метр. Мы даже не смотрели. Тут больше, чем метр. Ну, понятно, да, бывает такое. Ну, основной приток оттуда, это, с полей идет. А тут все замал деревьев, все падает. А, тут еще и приток идет, да? Ну, он не идет, но это, оттуда шел основной приток. А то Игнатьич специально сделал, не знал, откуда вода пойдет. Смотри, не утопи аппарат, смотри, близко не подходил. Ты же знаешь, что один сломали там? Да, да, да. Ну, Сергей купил. У него, видишь, не хватило времени отойти вовремя. А там же, там же все не рассказали. Там же было плотником людей набито. Люди потоками шли между лавками. А мы по свободному месту. Около этой лавки никого не было. Он, видать, злился на все подряд. Ну и выплеснулось все. Ну, Сергей любитель останавливаться, да. Да, вот зря он останавливался. Это правда, я ему сказал. Что ты тормозишься? Ну, меня снимай, говорю. А вы еще бревна там бросали. А чтоб не растекалась. Да что, у вас же там есть что-то? Нет, она не помогает. Она все расползалась, расползалась. Мы давай быстрее. Только она вон куда расползается. Ну. Так. Тут у вас что-то маленько получилось. А что дальше-то? Ну-ка. А ты что, хоть как-то воду задержать? Шифер поставил. Ну, давай. Так это... Я не понял, зачем тут низина была? Чтобы поток сюда шел? Чтоб вода сюда шла. А вот назад пошла. Вот этот можно было бы и не делать. Просто Игнатьич сомневался, может, и оттуда. Потому что вот там низина... Ну и откуда больше пошла? Оттуда? Оттуда. Ну, теперь знаете уже. Да, сейчас знаю. Потому что все там возвышенность, вот здесь вот. А вот там низина. Ну, теперь надо это все перебрасывать. Тут много грунта. Его прям вот так заваливать тут все и готово. Ну, да. Вот так прям этот вот перешейк, вот так метра на дно. Вот это то, что мы завалили, тут где-то сантиметров... Вот так вот мне было, выше колена воды. 360 ведер ушло, глины. Вот это, чтобы сделать небольшую дамбу. Ну, понятно тут, как уйдет, немного. Вот основная вода отсюда шла вся. Основная вода оттуда вся шла. А вот здесь? Да, да. Значит, здесь оставить не больше, как метра два. Вот такого пролета вполне достаточно. А где, здесь? Ну, да. Оставить. Все не забить, а потом оставить, разблокировать. Угу. Вот сейчас надо что делать? Ставить столбы. Видимо, воду надо приходить будет или как. Забить палки хотя бы отдельно. А потом больше столбы, брюмами все-то закладывать. А как с этой водой? А когда она высохнет и все. А, высохнет. Тут уже ничего нет. Она дальше-то не была. Вон она пошла покуда дальше. Угу. Вода прекраснейшая. Ну, что сказать. Это снеговая вода. Дистиллированная почти. Тут было комаров в море. Но, видимо, комаров будет меньше. Потому что они прятались в траве. А тут-то где они? Рыбы, конечно, никакой нет. Только что выкопали. Батюшка будет запускать. Надо маленько запустить будет. Но глубина-то тут мелкая. Настоящий озеро. Я хотел перейти туда. Не перейти. Ну, а вы слышали, что они с рыбой-то решили сделать? Что? С рыбой-то решили. Собрание-то вы прослышали? А правильно? Нет, они это делают. Что? Кто вырвал, потом другой. Нет, они хотят, что осенью все выловить и все. Может быть, и правильно. А как ее выловишь? Не знаю. Понятия нет. Я не знаю. Но невозможно. Пойдем-ка там. Может быть, и скупаться может. Ну, сколько здесь? Вот отсюда сколько метров? Ну, и могу сказать с точностью до... Сколько он говорит? ...5 метров. Ну, наверное... Футбольное поле где-то 120-140 метров. 140, да? Ну, 120-140 вот так. Если брать вот от срезы воды и до срезы. Ну, футбольное поле вот оно. Лаванда до того края-то больше. Он до того края? Да. Но если по диагонали, то еще больше. Нет, какой диагонали. Вот отсюда и на тот берег. А, ну... Вот берег. Вот берег. Однозначно где-то метров... У нас пентаграмма получилась. Видишь, как? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, все-то да. А как вы это место выбрали? Вот именно за мочежинки? Да. Мы тут купались маленькие, когда были. А, ясно. Мы знали. Но тут ничего не было. Одни деревья заросли, кустарники не пробьешься. У нас сохранилось, как мы делали. А тут-то полностью гладь. Вот такая, чтобы гладь столько была, этого никогда не было. У меня просто большое желание, чтобы... Ну, все было у нас. И рыба, и вода, и здесь купаться, плавать можно. Я думаю, Игнатьевны, что можно купаться уже. Я сейчас бы искупался. А что? Я бы сейчас искупался. Ну, пойдем оттуда искупаешься. Пойдемте. Игнать Иванович, вы хотели снимки сделать? Да, снимки. Только это... Только я... У меня трусов нету, я прям в станах искупаюсь. В станах искупаюсь. Ну, как раз постираю. Это... Станьте-ка напротив. Напротив за пруда? Да. Ну, ребята, вообще у нас тут получилось шикарно. Стойте. А-то раньше было такое штепсель и тарапунька. Я могу пониже чуток, чтобы сравняться со штепселем. Нет, ты станки ровно. Так что ты косала победитель? Так, я сейчас вон туда, где крыша блестит. У нас ничего не было совершенно на ровном месте. Некоторые не одобряли. Вот вы опять тут начинаете. Я говорю, вы копейку не заплатили. Успокойтесь. А зачем это? Ну, ничего не делать, не предпринимать, ничего не будет. Даже на один год, если у нас этот пруд, и то уже приятно. Люди приезжать будут. Какая красота-то. Вот представь себе. Березняк. Половина, главное, березняк и половина осенники. Вот так. Мы фотомодели с тобой. Поехали. А мне это снимок, между прочим, нравится, когда мы с тобой. А вас, если сфотографировать на этом? Давай. Давайте я вас с Володей сфотографирую. Обязательно вот эта вспышка, чтобы была. Иначе обязательно никак. Надень только на шею. Ага. Надену. Давай. Обязательно. Мне нравится вот эта сторона, чтобы он в ток попал как-то. Так. Ну-ка, рядышком. Давай. Мигнуло? Нет-нет. Вот это да. Вот так. Да. Хорошо. Так, отойти еще. Сейчас дом. На фоне дома. Давай. Вон где слив. Меня хватает, чтобы попал слив. Так, слив. Давайте сейчас слив. Давай, чтобы с пропаганной. Слив вот так. Между вами как раз. Да, и тут край. Тот край только слив, а дальше все туда. Дальше слив. Есть. Ну и дом тоже видно. Ну пошли. Ага. Берите фотоаппарат, Игнатик Ильич. Давай. А то я что-нибудь сделаю с ним. А у меня денег нет. А вот не видно никакой живности здесь. Потому что все новое. Да, еще пока нету. Икринки плавали. Только непонятно чьи это. Лягушачки. Лягушачки. Такие сгусток икрин. Вот уже лягушки пошли. Игнатик. Пожалуйста. Давай. Это говорит, икринки плавали сгустки. Но это лягушки. Это точно. Головастики они называются. Головастики, да. Они такие аппетитные, когда есть охота. А вот видно, как он выходил бульдозер-то. И вот эта вот ширина, которая есть. Я не знаю, почему она так широко оказалась. Мы на один пролет только делали трактора. Ну, видно, по шире получилось. Я не знал, откуда вода пойдет. Я поэтому сделал два пролета. Он говорит, не надо. Я говорю, не надо ей больше набираться ниоткуда. Ну, да, да, да. Ну, понимаешь как. Мы первый год. Теперь мы это даже запрудить, поставить его. Как можем поскорее. Тут огород все это. Тут и дров полет. Вот, смотри, деревья, которые выбросили. Здесь же стояли на этом месте кусты. Это деревья. Вон оно, что ли. Видите, там сейчас сколько. Это наши дрова. Вон сколько. Да, хватает. И вот как обглоду на них. Это, видать, там стегу было поменьше. Может, больше обглодали. Да, больше обглодали. О, больше обглодали. Когда начинал делать, мне все вам, все там надо. А тут вообще, одни кусты. Трава вот такая вот. И когда он повернул, это, стол, снимает первый слой. Он у нас снимает, вот как бывает рулон, который идет. И рулон вот так, на верхний слой он плотный. И впереди его вот так, он даже бульдойтер буксует. И тогда это вытаскивает, знаешь, вот большой, мощный рулон. Ковер какой. Ковер, ковер такой. Ковер, да. Вернутый, верхний слой. Но мы боялись, что будет техника проваливаться. А хорошая. А потом видим, ничего нет. Суглинки хорошие. Потом пошел, грунт, пыль пошла. Это длина, жирная длина. А жирная длина ей замок делает вокруг колодца. Все, да поплю на руку, ты увидишь. Да, это глина. Это не суглинки. Суглинки не так бы разваливались. Приезжали с горного Алтая Зоново, Николай, Анастасия и Женя. Потом приезжали с белорусской братья. Видишь, какая текстура развала? Чтобы не приехали, я ссалился. Как будто бы какой-то камень не развалился, есть сланец такой. Вот глина, она, видишь, имеет такую форму. Вот, между прочим, мне такая нравится вообще. Засыпать вот ей удобно. Да, но она ничего не пропускает. Тут нужно 5-7% всего песка. А остальное все глина. Настоящая. А вот эту глину стопроцентную, из нее делают всякие вазы, тарелки, обжигают. Ее тяжело найти. Ну это да. Белая есть, красная глина. Ну это разваливаться, я пробовал из них. Да, это, ну тут есть песочек есть. Хоть она и глинистая. Я делал человечки глиняные, они разваливаются. Смотри, вот эти вот березы стоят. Какая высота примерно? Береза? Вон, вот сюда, подойди ко мне. Ну какую, вот эту именно? Вон, да, вон 3. 3, ну сейчас скажу сколько. Пятиэтажка меньше будет. Ну где-то 7-этажный дом по 2,5 метра берите. 7 на 2,5 метра, ну где-то метров 15, может быть больше даже. Ну да, больше. Да, наверное даже под 20 метров светлыми с этими поплетними. Пошли. Сейчас я искупаюсь, а ты на втором мостике. Я не знаю, на каком ходу. Ну вот там поедем там. Да я могу с вами здесь искупаться. Пускай двое. Два раза тебе неудобно. А что такого? Я же уже мокрый буду. Какая разница? Да, брат, освежиться. Освежиться. Дело в том, что я не боюсь просто. Не боишься? Неа. Ну давай. Нисколько. Вот эту палку возьмешь, она с меня рост. А я потом мне бросить ее. А вот сюда, ну давай. Там на жерде повешаешь? Давай. Или ты в одежде прямо? Ну туда подходи. Потом, чтобы ноги обмыть можно было. А где вот это вообще будет? Вот здесь вот. Вот тут лучше всего, да? Да, по-моему, лучше всего. Потому что, когда там обрастет он все это травой-то, тогда она будет мягкая. Как покрывало. А сегодня оно еще новенькое. На-ка, Володь, подержи, пожалуйста. Давай. А, нет, на это нельзя. Давай. Все, в тапочки прямо? Вон там, брат, лучи, вон там, вон там. Вон там, чуть подальше вон туда. Здесь более круче сход. Тапки снять, думаете? А потом выходить? А ты их это, брат, оставишь? А потом ногу вот туда оставишь. Ты можешь оставить? Там же глина. Да, я их... Нет, туда-то я сейчас прыгнул, нырнул. Не надо прыгать, потому что не знаешь, там может быть коряга. А что, могут быть коряги? А? Ну, давайте, я понял. Потихоньку, не прыгать. Это очень опасно. А я сейчас утону полностью. Ну, отойди хотя бы вон до туда метров 10, чтобы увидеть, какая... Глубина, да? Так, ну, как всегда, благословитель. Давай, с Богом, брат. Так, благословляйтесь. Бог помощь, давай. Можешь вот эту взять? Давайте побольше, ага. Ей-то точно замерится. Ну, вот так. Так, ну что, увязну, не увязну, не знаю. Будете меня доставать за палку. Давай. Блин, брат, тебя сложно достать. Тут надо такие же, как ты тогда, братьев. Ну, это, тут тверда. А она твердая была, глина, конечно, нормально. Если уж бульдозер ходил спокойно. Да, хорошо, что я не прыгнул. А, то есть глубина меньше, чем ты думал, да? Ну да. Ну вот и все. Я тебе сейчас... Вот тут до половины тепло, а ноги мерзнут сильно. Мерзнут? Ну она еще не успела прогреться. Далеко не ходи. Еще метров пять туда уйди. Вот глубина. Ну, это для нашего места-то и неплохо. Вот тут глубже. По-моему, там такая же глубина или поменьше? Побольше. Побольше. Во, уже какая. Во какая, значит, там поглубже. А ну-ка еще посмотри подальше. Все, я подмерзаю. Ну-ка подальше, подожди еще маленько. А он говорит, замерзать стал. А? Замерзать стал. Замерзать стал. Давай, подводник. Хватай его. Лотника. Лотника. Это настоящий бобер. Давай. Ну, плавать по поверхности можно. А внизу хочу сказать... Ага, понял. А потом на одной ноге стой. Давай, я вытаскиваю. Сейчас, подождите. Не отпускай только, а то я улету. Нет, нет, это... Брат, помоги. Давай, давай, давай. А то мне тяжело будет. Держи, 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 я вытащу. Руку. Так, 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 так. Так, на колено. Так, так, вот так. О, отлично. На солому. Сейчас принесу тебе под одеяние. Подожди-ка. Вот так. Стань, мальчик. Ага. Все. Хорошее тепло, можете купаться. Все, я проверил. Я проверил. Да нет еще. Нет, да? Тут нельзя было зайти, даже абсолютно все заросшее. Вот это вот место все заросшее. Деревьями, пустарником. Первый сезон открыл Роман Малыш. Все, пошли. Он в своем гидрокостюме утонул там, на первом мосте. Ну, увидишь там. У него такой по грудь, можно заходить в воду. И он это, его снесло потоком весенним. Туда чуть-чуть. Игнать Игнатьич, ну можно купаться вполне. Только надо какие-то делать. Ну, что-то будем думать потом. Ну, типа трапа. Лестницу большую туда сделаем, на боку, чтобы лестницы с этими плоскими были. Так, чтобы наступать? Да, там подальше ее, чтобы она не утопла. Ну, можно. Можно сделать. Ой, как хорошо. Вообще. Ну, что, Игнать Ильич, обновили пруд? Пруд обновили. Да. Можно пляж делать. Песковника засыпать. А здесь мы в одной канала делали, когда полностью весь пруд осушали. Виталий Калиников везел. Чтобы вода вытекала, чтобы там остаток воды выпустить, трактор. Осушительная канава? Да. Это они в прошлом году выкопали. Виталий был тут. Калиников. Виталий тут помирал. Вот это. На доканаве. Слышно, моя толщина была видна. Видно? С деревьями. Вот какие деревья. Полтора часа, два обхвата. Вот я обхватываю его дерево-то. Два обхвата? У нас ездит вдвоем или даже втроем, кажется, захватывает там тополя. Ничего себе. Вот. Ну, здесь-то вдвоем, да, можно. Ну, вот у меня вот это расстояние, вот это, отпадя по окружности, метр семьдесят. Я на два сантиметра уже усох. На два сантиметра усох? Да. Ага. Ну, по высоте. А я тоже сжался. У меня был метр восемьдесят один, сейчас метр семьдесят восемьдесят семь. Когда как? Вот сейчас меня замерили. А что я вот так, вот так, вот, корешку. Ну, смотри, сколько работ делали. Дай. Это вот все кустальники, все это вырубали, вытаскивали, вытаскивали, вытаскивали. Мы его начинали делать лет тридцать, как двадцать, двадцать шесть, двадцать пять лет назад примерно. А, тоже что-то вырубали, да? Как? Делать вначале. Два у меня бульдозер работы, а тут был милиционер такой, просто злодей. Подполковник приехал. Разрешите я тут вам. Дружинин. Это глина у вас здесь. Да. Сейчас уберу. И он вот сюда пришел, надел форму и остановил трактора. А может там стратегические корни. А, это он про это место говорил? Вот про это говорил. Вот вокруг лес. И вот стратегический, как говорят, шипер эти, трактористы остановились. Мы заплатили столько. Их надо увозить, платформу привозить. Ну да, да. В прошлом году этот пришел, только бульдозер-то. И за подвозку только его, сразу двадцать тысяч. А как он сюда, прям с деревни пришел сюда? Ну да. Это его дело, что ли? Да. Он в деревне жил. Тут сын приехал. А сын ушел к разумеритикам, еврейской военной зерна. То есть, погонь какая-то в людях. Я пришел, а тут прокурор района, Рикер, Твер Николаевич, показывает лесовую пачку. Я говорю, что это? Это вас говорят. Срешите, жалуются. Я говорю, а что ж мерки принимаете? Да, это уже ерунда. Кого-то ограбили мы. Что я форму такую, ты пишешь, одел. Один мой форму. Это такое, что ты не можешь. Я, как-то, не можем. Прибежал, и моя сестра живет и говорит, прячь меня скорее. Меня, Игнати, убить хочет. Да где убить? Он говорит, в городе. Нет, он здесь. Он лечил, самолечение у него было. Трехлитровая банка спирта и два корешка. Хрена. Настаивал. Да, настоял. Видно. Хорошо. Вот такое дело было. И статья была от Ставник и Игнатий Борьба там. В газетах писали об этом. Даже в книге, для своего Божия, нет усы. А вот там, посмотри, сколько деревьев навалено, упало. Прямо на дорогу. Да. Главное, дорога-то была там, в наша юность была. Вон там. А сейчас там не проедешь. Это накорчено, да? Сантиметров сорок, да. Ну все, Володя, садись. Мы сейчас попутно заедем. Слава Христу. Аллилуйя.